Ну, если коротко, то, наверное, это тот случай, когда качество игры не принесло результата. Ну, во-первых, мы сначала проанализировали тот случай, когда сегодня мы смогли действительно проанализировать соперника. Мы понимали, что соперник имеет быстрого форварда. Мы обезопасили себя в зоне обороны, начали в систему 3-5-2 с двумя форвардами, учитывая то, что мы за счет двоих форвардов своих хотели перекрыть начало развития атаки соперник. У нас поначалу это получалось, но качество игры именно вперед нам не понравилось, поэтому мы перестроились буквально минут через 20 в систему 4-4-2. Также с двумя форвардами качество игры было лучше, но мы меньше стали доставлять мяч в атаку. Во втором тайме попытались сделать замену, выпустили Зубовича, чтобы усилить давление на оборону соперника. Давление усилили, моменты создавали, били поворотом. К сожалению, не забили, это футбол. Еще вопросы. Как вам игра Филиппа Иванова? Не комментирую. Ничем не комментировать игру Филиппа Иванова, у меня есть своя команда. В концовке матча вы минуте на 85-е, минуте 3-е разговаривали с арбитром вообще, о чем был разговор, что вы объясняли? Я думаю, что это неинтересно болеть, о чем мы разговаривали с арбитром. Может быть, считаете, что стоило раньше произвести изменения, потому что, ну, казалось, что в некоторых моментах это третий защитник, он лишний, но вы не сожалеете, что поздно изменения? Подождите, я же вам сказал, мы с системой трех защитников поменялись на 20-й минуте первого тайма. Ну, а в этой системе Шитов он... Шитов поднялся выше, если вы заметили, Гаврилович играл право защитника, Шитов поднялся играть выше в атаку. Я считаю, что Шитов достаточно квалифицированный игрок, который может играть в этой позиции. И делать на 20-й минуте лишнюю замену, убирая либо Шитова, либо Гавриловича, ну, наверное, нецелесообразно было. Продолжение следует...